Ну что ж, а мы с удовольствием продолжаем нашу программу, тема нашего сегодняшнего эфира День Матери. Звоните к нам в студию, передавайте приветы вашим мамам или просто рассказывайте, какая ваша мама замечательная. Да, ну а мы расскажем вам о матери-героине, это Татьяна Мясоедова, мама для шестерых детей. Три дочки, три сына, и сегодня она пришла к нам в гости, не одна, с большей половиной своей семьи. Давайте знакомиться. Доброе утро. Доброе утро. Четверо из шести, остальные спят? Нет, остальные, к сожалению, на учебе. Более ответственные. Ну, получается, что так. Здесь разрешили прогулять. Ну, представьте, пожалуйста, как зовут красавец. Так, значит, младшая моя дочь, это Мясоедова Анастасия Настенька. Настенька, поможи рукой. Моя семья дочь, это Мясоедова Ярославна Ясенька. Да, самый маленький наш. Поднять подняли, разбудить забыли, да? Который еще спит у нас, потому что достаточно время раннее. Ну да. И старший мой сын, это Михаил. Очень приятно. Ну что ж, у вас, смотрю, большой такой помощник уже. Миш, ты часто маме помогаешь? Да. А вот скажите, пожалуйста, вчера был такой замечательный праздник, День матери. Вас дети-то порадовали, естественно. Ну а как же? Шесть подарков или один большой, извините, что перебиваю? Нет, подарков было много. Это хорошо. Даже не шесть. Младшее звено, как я говорю. Делали авторские открытки. Сделали такую вазу очень красивую. Лаком ее покрыли достаточно красиво все это. А старшие детки испекли торты и сделали смузи. Так что было очень приятно и волнительно. Ну слушайте, потрясающе. Прям праздник действительно такой состоялся. Миш, ты что делал? Ты из этого что делал? Ты за смузи отвечал или за троги? За смузи отвечал или за уборку? Ну не только. Вообще за много отвечал. Делали с сестрой вместе, она мне помогала в основном. Ну старшая. А старшей сестре сколько лет? Старшей 20. 20. А Ванечке? Такая помощница. Ванечке самым младшим, 4. Хороший родитель. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы так замечательно выглядите. Откуда у вас время на себя? Шесть детей, боже мой. У меня трое. У вас шесть. Как я всегда говорю, положение обязывает. Понятно. Не мы такие, жизнь такая. Положение обязывает. Так что вот так как-то. Ну скажите, когда такая большая семья, вот мы с Мариной не понаслышке знаем, у Мариной трое, у меня трое, но у вас... У нас шесть на двоих. На двоих, да, на две семьи. У вас праздники, наверное, вдвойне веселее проходят, да? Да, у нас девчонки, допустим, строго это регламентируется, отвечают за салатную часть, как я говорю. А мальчишки, так как они любят у нас лепить из пластилина, это у нас пельмени. Пельменчики. Ну что ж, потрясающе. Сколько пельменей нужно налепить в такой семье, скажите, пожалуйста? Много. Вот за раз сколько вы лепите? Ну, лепим дня два-три, но много. А за раз сколько пельменей съедаете? Ой, ну Степа. Ну мне интересно, какая это кастрюля? Ну большая, это, конечно, большая. Большая кастрюля. Я даже не считаю, честно говоря. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот дети разновозрастные, дети разные абсолютно, у каждого свой характер, нрав и темперамент, часто ругаются? Ну ругаются, но не очень часто, сразу мирятся. А каким образом? Это вы говорите, так, ну-ка, быстро помирились, или так, тихо? Как, как, или сами они доходят до этого? Они как-то это урегулируют сами. Они сами, сами они маленькие, да? Да, они сами как-то эти вопросы решают мирно. Ну это хорошо. Подскажите, пожалуйста, вот когда вы только планировали, что, ну лучше не планировали, что у вас сразу будет шесть детей, да? Но вот так вот постепенно, постепенно, не боялись трудностей с каждым разом? Ну это же действительно такая большая ответственность. Ну вы знаете, ответственность, да, но мы всегда с мужем знали, что у нас будет большая семья, потому что большая семья – это как полная чаша. Да, ну вот я всем говорю, что у меня есть друзья, которые боятся заводить ребенка, говорят, ой, это так сложно, я всем говорю, сложен первый, да? Дальше-то как-то уже так понакатанное, что называется, уже распашонки есть. А вот скажите, самый простой ли ребенок в воспитании Ваня? Потому что уже игрушки были, наверное, да? Опыт уже огромный. Одежда была уже? Ну, с каждым вроде и одно и то же, и опять же по-разному. Да, вот у меня еще такой есть вопрос, Татьяна. Вот у меня сыновья, они иногда между собой ругаются, а вы вот проводите такие беседы, что вот, допустим, понятно, что поругаться, но все равно вот эта вот братская любовь, сестринская любовь – это нечто другое, нежели, допустим, отношения с друзьями или еще что-то. Вы как-то это объясняете? На это я, знаете, что вам скажу? Вот такой пример. Вот засадили вы огород картофелем, не удобряете его, не поливаете, солнышко светит, дождик поливает, совершенно верно. Так и в детей. Если вы в них не будете вкладывать свою любовь, свою душу, ну, то и получите на выходе, соответственно. Ну, давайте сейчас вот такой маленький флешмоб. Девчонки и мальчишки, сейчас у вас есть возможность громко крикнуть «Мама, я тебя люблю». Вот просто, чтобы вас услышать, вся Челябинская область получится. На 3-4 давай. Вань, скажем? Давай, Ванька, давай. Итак, девочки, готовы? Миша будет с ним говорить. Да. Итак, 3-4. Мама, я люблю. Вот, браво, поздравляем вас. Татьяна Олеговна, с праздником вас, на таких, как вы, нужно равняться. И, уважаемые телезрители, если вот вы молодая семья и думаете, что ребенок это тяжело, это забота, не верьте, заводите детей. Да, в первую очередь это счастье, это огромнейшее, колоссальное счастье. Ну, пользуясь случаем, мы еще раз вас поздравляем с этим замечательным праздником. Спасибо вам большое. Ну, а я напомню, что у нас в гостях были Татьяна Мисоедова, многодетная мама и ее очаровательные детки. Спасибо вам. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем трогательное стихотворение о маме в исполнении жителей нашего города.